Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети Мир Путешествия. 0 часов 01 минута, 3 июня 2020 года утром я проснулся без копейки, как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети. Фото Константин Колотов, россиянин Константин Колотов, который уже около двух лет находится в кругосветном путешествии, продолжает рассказывать ленте РУ о своих приключениях. За последний год он исколесил всю Африку, где неоднократно подвергался опасности и несколько раз прощался с жизнью, и добрался до Турции целым и невредимым. Чтобы узнать страну с другой стороны, Колотов решил объехать ее по кругу на велосипеде. В заключительной статье о Турции он поделился своим впечатлением о ее жителях, рассказал о самом тяжелом подъеме в горы и высказался по поводу пандемии коронавируса. Деньги, брызги, это путешествие я начал с 20 долларами в кармане, и не раз был в ситуациях, когда оставался один на краю света без денег, средств связи, знания языка. Но я же русский, мне кажется, что мы всей страной не раз бывали в таких передрягах. Так что я всегда справлялся. Я оплатил картой отель, хватило впритык, а оставшиеся 100 лир потратил на ужин. Купил много вкусной пахлавы. Решил, раз уж все равно деньги заканчиваются, так хоть наемся от души. У меня давно нет страха остаться без средств. Я вполне уверен, что деньги это ресурс восполнимый. Здоровье, время, частые отношения это ресурсы бесценные, потому что их не восполнить, а деньги. Сегодня у меня ничего нет, но завтра будет. Так и произошло. Фото, Константин Колотов 1-3 на следующий день, когда я остановился передохнуть, получил сообщение от создателя платформы, через которую мне переводят деньги патроны. Оказалось, что за последние два месяца пожертвования не выводились, и мне могут их прислать. Бинго! Спать в палатке не придется. В этот же день мне перевели деньги за рекламу, которые обещали больше месяца назад. Так, утром я проснулся без копейки, а вечером вновь был на коне. Удивительно! И как тут не заметить, что куда направлено наше внимание, туда идет и энергия. Вечером в городе Кайсири я заехал в отель и решил, что задержусь в этом месте на день. Раз я теперь богат, то нужно немножко отдохнуть, сходить в хамам и на массаж. Так и сделал, а затем полный сил и с хорошим настроением продолжил свой путь. Дорога из Кайсири до города Севас составляла 198 километров. Я разделил этот путь на два этапа, решив, что проеду сразу 120 километров, а остальное наверстаю за следующий день. И все бы ничего, если бы не одно, но... Ветер! Ветер – непредсказуемое явление природы. Ведь легкий и ласковый бриз может неожиданно смениться ураганом, срывающим крыши, переворачивающим машины и вырывающим с корнями деревья. В этот день ветер переворачивал и уносил деревянные палеты. Фото Константин Колотов 1-4 сила внутри. В результате я проехал больше 120 километров и прибыл в Севас. Мне оставалось всего 700 километров до Батуми, где я запланировал остановку и продолжительный отдых. Но прежде меня ждали горы. Настоящие горы с заснеженными шапками и высотой перевалов до 2,2 тысячи метров. Поверьте на слово, при передвижении на велосипеде набрать такую высоту очень трудно. За Севасом начинался подъем, и каждые 100 метров высоты опускали температуру воздуха на несколько градусов. К концу нового ездового дня вместо легкого дождичка пошел серьезный снег. Сделав остановку, я обнаружил, что у меня закончилась вода. Я планировал набрать ее в одном из родников, указанных на карте, но на этом роднике тусовались собаки, и мне пришлось проскочить его на скорости, отмахиваясь от них трекинговой палкой. Сев на лавку, я зачерпнул горсть выпавшего на стол снега и отправил его в рот. Повторил эту процедуру несколько раз. Вкусно. Сейчас во всем мире люди помешаны на дезинфекции, моют руки каждые пять минут, протирают их антисептиком, кипятят воду, вешают кварцевые лампы, носят маски, моются несколько раз в день, все время что-то распыляют, протирают, пережаривают еду в попытках избежать любого контакта с вирусами. Фото Константин Колотов 1.2. Я ем снег, когда хочу пить, и не боюсь ангины, потому что, помимо снега, я пью холодную воду из родников, а мыться могу без горячей воды. У меня не бывает болезней, не болит голова, ко мне не липнут простуды, за год в Африке я отравился один раз, и это после того, как неделю ел сырое мясо, тут я, конечно, погорячился, и даже малярия проиграла бой моему иммунитету. Все потому, что я живу естественно так, как было задумано природой, не придумываю себе никаких мезофобий, не пичкаю себя антибиотиками по любому поводу. Безвкусная и тоскливая жизнь мне кажется бессмысленной и пустой. Здесь вам не война, на следующий день мне предстояло проехать за раз 175 километров, и при этом забраться на вершину высотой в 2,2 тысячи километра. Такого я не делал за все два года путешествия. Не уверен, что у меня хватит сил, но вызов был брошен. Стартовал я из Сусешри. Это маленький уютный турецкий городок, затерянный между двумя массивами гор. Один из этих массивов я преодолел днем ранее, сегодня же мне нужно перебраться через заключительный и выехать таки к Черному морю. Накануне я успел обойти весь Сусешри и буквально влюбился в него. Мне очень по душе как турецкие города, так и сами турки. Фото Константин Колотов 1.2 Когда я толкал велосипед в очередную гору, рядом со мной остановился военный джип с жандармами. Насколько я понял, это были не полицейские, а именно военные ребята. Из машины вышел командир и поприветствовал меня, мы разговорились. Жандармы оказались отличными парнями. Командир почти сразу предложил мне погрузить мой велосипед в машину и довезти меня до вершины горы. Я согласился, время уже шло к обеду, и я понимал, что не успею проделать задуманный маршрут без помощи. Но когда они открыли багажник своего джипа, стало понятно, что велосипед туда не влезет. Они тут же начали придумывать, как отправить за мной целый БТР, чем очень рассмешили меня. В очередной раз я был восхищен турецкой нацией и просто попросил их помочь довезти мои вещи, чтобы ехать налегке. На карте они показали мне, где находится их участок, и сказали, что если через два часа я не приеду туда, то они точно пришлют за мной БТР, забрав сумки, они отправились на базу, а я поехал в гору. В итоге спустя пару часов я уже был на военной базе, где меня ждали мои вещи, а также чай, пахлава и разные печенья. Перекусив, проведя фотосессию и подружески обнявшись с военными, я вновь закрепил сумки на велосипеде. По времени я все еще успевал на вершину. Ребята спросили, где я буду ночевать, и я указал точку на карте. Они закрыли глаза руками. Нет-нет, это очень далеко, ты не доедешь. Тут же начали бегать и искать транспорт, чтобы отправить меня на перевал. Но пока я толкал велосипед вверх, до их базы я успел порадоваться тому, что своими силами добрался до нее, так лучше. До вершины мне оставалось всего 20 километров, 600 метров высоты, и было бы обидно, если бы я подался слабости. В общем, захотелось мне преодолеть эту гору своими силами до конца. С трудом я успокоил военных и уговорил их никуда меня не везти. Провожать меня вышли больше 10 человек, и ребята были в искреннем восторге от меня, а я от них. Я почувствовал себя пьяным, оставшиеся 20 километров дались мне с огромным трудом. Рядом со мной останавливались все до единой проезжающей машины и спрашивали, нужна ли мне помощь и не сошел ли я с ума. Многие делали со мной фотографии и селфи, и с восторженными возгласами уезжали. Я добрался до вершины к пяти вечера. Там стояла спасательная станция и указатель 2200 метров высоты. Спасатели в оранжевых костюмах вынесли мне кружку чая и поинтересовались, куда я поеду дальше. Я показал направление вниз. Они закачали головами. Опасно. Замерзшая дорога и крутой спуск. Попросили меня быть аккуратным, дали номер телефона, по которому нужно звонить, если случится беда. Я проверил колеса и надежность их крепления в пазах, сумки, багажник. 90 километров спуска вниз это не шутки. Фото Константин Колотов 1 дроп 4 Но самым неожиданным для меня стало то, что в какой-то момент я почувствовал себя пьяным. Голову затуманило, в глазах все поплыло. Я остановился и минут 15 приходил в себя. Видимо, опьянел от кислорода и резкой смены давления. Следующим непредвиденным обстоятельством стал подъем. Да-да, именно подъем. Если смотреть на картах мэпс, ми, на показатель высоты, то подъемов не должно было быть, но он был. И затяжной. Километров 5. И тут я понял, как сильно устал. Наклон был небольшим, но я уже не мог крутить педали. Пришлось снова катить велосипед. В итоге к закату мне удалось добраться до мечети, которая оказалась прямо на дороге. Я слышал, что внутри начинается молитва, и решил зайти. Когда все закончилось, со мной разговорился имам, я рассказал ему о своем путешествии, и тот предложил поужинать с ним. Так, после отличного дня меня ждал еще более прекрасный вечер. Ночевал я в мечети, в специальной комнате на очень удобном диване. Пусть мне и не удалось выполнить цель в 175 километров, я все равно был доволен собой, ведь собственными силами я преодолел реальные горы. Прыжок в неизвестность мои последние дни в Турции начались в горах. Я проснулся в мечети, совершил прощальный намаз, попрощался с имамом и отправился своей дорогой. Спуск был просто завораживающим. Будучи уставшим, я уже не мог любоваться красотой, но теперь насладился ею сполна. Я летел вниз с горы мимо водопадов, горных ручьев, образующих реки, маленьких деревушек, цветущих яблони, черемухи. Окружающий мир казался мне райским садом, и вот я у Черного моря. Напоследок хочется еще раз похвалить турок и их страну. Множество народов и культур слились на этом кусочке земли. В прошлом территория современной Турции была местом для Хетского и Лидийского царств, Мидии, государства Ахименидов, Великой Армении, Киликии, державы Александра Македонского, государства Селивкидов, Понтийского царства, Византии и Канийского султаната. При этом новые завоеватели не уничтожали предшествующее население, происходило смешение культурных слоев, и это, естественно, не мог не впитать в себя турецкий народ. Так им удалось стать образцом настоящего гостеприимства, разумной толерантности, доброты и заботы о ближних. Фото Константин Колотов 1 дробь 3 мне удалось объехать страну практически по кругу, 3,5 тысячи километров, побывать в крупных городах Стамбуле, Бурсе, Балакисире, Бергаме, Измире, Айдыне, Денизле, Анталье, Испарте, Канье, Аксарая, Невшекире, Кайсири, Сивася, Трабзоне, Рихии и в нескольких десятках деревень. Именно здесь, в Турции, я многое узнал об исламе и Аллахе, научился делать намаз и стал толерантнее к этой религии. С каждым днем страна удивляла меня все больше, но настало время прощаться с ней. Весь маршрут от Антальи до Батуми я проделал за 21 день. Последние дни ехал по Черноморскому побережью. Турция провожала меня в добрый путь как любимого гостя, напоследок лаская своими солнечными лучами. Мне было немного грустно уезжать, но частичку этого места я забрал в своем сердце и уже никогда его не забуду. Впереди меня ждут очень интересные события, закрытие границ, пандемия коронавируса, мировой финансовый кризис и полнейшая неизвестность. Хотя уже больше двух лет каждый мой день это полнейшая неизвестность, а значит я живу в полной стабильности. Возможно, один во всем мире. Не стоит отказываться от счастья сегодня из-за неведомого завтра. До встречи в Грузии. Продолжение следует поддержать Константина Колотова в его путешествии можно по ссылке. Константин Колотов.